С громкими фразами на транспарантах дольщики вновь выстроились перед библиотекой Пушкина. Кто-то ждет свое жилье уже больше 10 лет. Стройка ЖСК «Центральный-2» началась в 2005 году. Елена, мать троих детей, купила квартиру специально для них. Два подъезда в доме зарегистрированы в Росреестре, а остальные два нет. С 2009 года стройка заморожена, а сроки сдачи постоянно сдвигаются. Нас включили в дорожную карту, но сначала делали срок ввода в 2019 год, потом без видимых причин передвинули на 2022 год. И теперь, даже не согласовывая с нами, этот срок может быть передвинут дальше. То есть я так думаю, что они ждут, когда мы или устанем ходить со своими протестами, или люди вымрут. Екатерина приобрела жилье в 2013 году. По словам женщины, застройщик – аферист. Ведь дом не числится в Росреестре. Он взял мои деньги, положил в сейф, собрал какую-то сумму и отдал в долг своему партнеру, другому застройщику. 17 миллионов. И все остановилось, и ничего не строилось, там только фундамент стоит. А дата сдачи, она вообще нереальная. Понимаете, как это можно говорить о дате сдачи, когда человек собрал деньги, строить не собирался. Сдачи нет. Договора не регистрированы нигде. В Росреестре нигде не зарегистрированы, на бумаге записаны и все. Обманутые дольщики самостоятельно составили список долгостроев из 40 домов. Наталья приезжает в Омск из района. Сейчас живет в старой квартире. Жилье покупала для двух несовершеннолетних детей. На пикетах и митингах участвуют постоянно. У нас такая ситуация, что о нас вообще никто не вспоминает. Просто вот у меня список есть домов, которых гораздо больше, чем заявляется в Москву. Не 19 проблемных, не 29, не 19. Их больше, этих домов. И все эти отчеты туда в Минстру, это просто фейк. Люди живут где придется. Одни снимают квартиры, а другие оплачивают ипотеку за фундаменты стены. Амичей попросили взять паузу и пообещали, что решат проблемы с жильем. Спустя 8 месяцев с последнего митинга ситуация не изменилась. Пауза нужна была для того, чтобы вообще Минстрой, Гассен и губернатор вместе решили, что дальше делать с этим домом. Либо помочь нам софинансирование достройки этого дома, либо может быть какая-то компенсация нам должна быть за эти квартиры. То есть на данный момент мы ничего не увидели. 45 дольщиков и пайщиков вышли на пикет. Люди пытаются добиться встречи с губернатором, но пока результатов нет. В официальном перечне проблемных домов значится 29 объектов. По телефону горячей линии нам сообщили, что на этой неделе пройдет собрание дольщиков и министра строительства. Об итогах станет известно после 5 апреля. Ирина Сорокина, Андрей Кузьмин, Антенна-7.